Добрый день, зрительницы канала Домашний очаг с Мариной! Сегодня я хочу поговорить с вами о пользе крахмала. Многие знают о питании. Мы используем крахмал, варим киселики, пудинги добавляем, выпечку, в бисквиты добавляем крахмал. Я на своем канале, дорогие мои друзья, объединяю женщин возраста плюс. Возраст плюс для каждого это очень индивидуально. Для кого-то 40 плюс, для кого-то 50 плюс. Но я буду рада, если мои советы пригодятся и молодым девушкам и женщинам. Незаменимое средство по уходу за кожей это крахмал. В конце видео очень часто я говорю, что для женщины очень важно быть счастливой. И счастливой это не значит успевать все, а надо успевать главное. А главное для женщины это быть здоровой и быть красивой или обаятельной. И вот именно крахмал помогает очень-очень решить нам эту проблему. Это натуральный продукт. И сейчас я буду готовить масочки и рассказывать вам параллельно о том, как его можно использовать и для сухой, и для жирной кожи, и для всего тела. Особенно очень хорошо крахмал используют все, у кого есть на кожные заболевания. Хорошо он помогает и при неврозах. Поэтому, пожалуйста, это видео для женщин возраста плюс будет незаменимым. Потому что хорошо, если вы имеете возможность посещать косметолога, это очень прекрасно и радует. Если вы живете в пригороде, в селе, в деревне, а может быть и в городе у вас недостаточно финансовых средств, а может быть времени, а может быть вы приверженец натурального ухода за собой, вот так как делаю это я. Мне главное, это здоровая кожа, хорошее настроение, ну и, наверное, финансы, которые я могу вложить в свое хобби, в рукоделие или в какие-то другие интересные проекты. Поэтому посмотрите, как я готовлю видео, прослушайте информацию для вас, она будет очень интересна и важна. Возьмите на вооружение разные масочки из крахмала и будьте здоровы, будьте красивы или обаятельны. Прежде чем приготовить маску из крахмала, я хочу вам рассказать о пользе картофельного крахмала для лечения и красоты. Дорогие друзья, я первое внимание обращаю на всех, у кого есть проблемы с кожными заболеваниями и у кого есть неврозы. Крахмал можно принимать в ванну с крахмалом и ставить компрессы. С помощью ванны вы избавитесь от зуда и в дополнение к этому кожа станет очень гладкой и нежной. Чтобы сделать ванну из крахмала, надо растворить в холодной воде 2 стакана картофельного крахмала, постепенно влить раствор в чуть теплую ванну и принимать в продолжении 15 минут. Длительность курса составляет 21 ванна, которую надо делать 1-2 раза в неделю. Крахмальная ванна может помочь и деткам, кто страдает диатезом, взрослые, если у вас есть накошные заболевания и обращая внимание, если у вас стрессовая ситуация или неврозы какие-то бессонница, крахмальная ванна поможет вам в это. А для умывания, для чувствительной кожи и склонной кожи к раздражению, надо взять 1 чайную ложечку картофельного крахмала и развести в четверти стакана холодной воды. И после этого еще добавить 2 стакана теплой воды. Получается такой тоник. Умываться утром и вечером очень хорошо успокаивает кожу, снимает раздражение. У кого высоко сосуды, у кого окна, такой тоник будет очень-очень хороший. Я боюсь, что я в конце видео могу забыть, то я вам сразу хочу рассказать о том, что умываться надо потом теплой прохладной водой. И не забудьте о тонике, который я вам советовала. Это зеленый чай. Только первую воду мы смываем, сливаем, потому что там находятся танины. Они нам не нужны для организма. И вот уже тоник, залитый второй водой, умывание, протирание кожи после картофельной маски. Это прекрасное средство. Поможет также сделать кожу упругой, сияющей. Мой канал объединяет женщин всех возрастов. Но особое внимание это женщины возраста плюс. Практически с любыми ингредиентами, которые я вот поставила на стол, можно готовить масочки для лица и для тела. Но у некоторых зрительниц есть проблемы с кожей рук. Руки покрываются такой возрастной пигментацией, сморщены, сухие. Особенно, если мы работаем в саду и огороде, то вот крахмальные ванночки бесподобно помогают нам восстановить бархатность рук. Для ванночек надо взять одну чайную ложечку картофельного крахмала, развести в 2 столовых ложечках кипяченой холодной воды. Полученную массу выливаем в стакан кипятка, разбавляем и хорошо размешиваем, чтобы не образовались комочки. И после этого еще вы можете разбавить 2-3 стаканами теплой водички. Раствор готов. Опускаем ручки в ванночку с теплым раствором на 20-30-15 минут. После чего сделайте массаж рук стиранием оливкового масла, подсолнечного масла, любого крема. Я вот использую кокосовое масло. Вы можете использовать любое, любое органическое, натуральное масло. Вот даже обычное сливочное масло очень хорошо. Но поговорим мы все-таки о масках для лица с картофельным крахмалом. Первое это маска для сухой кожи. Сухая кожа очень красивая, нежная, бархатная, розовая, но она быстро и стареет и увядает. Поэтому используйте эти масочки для сухой кожи обязательно. Возьмите 1 чайную ложечку картофельного крахмала и разведите со сливками до состояния сметанки. Маску нанесите на 20 минут на лицо, после чего смойте сначала теплой водой, затем ополосните прохладной. Для улучшения эффекта ополаскивайте лицо минеральной водой или вот как я вам советовала 2 тоника у нас есть. И вот тоник из зеленого чая будет очень хорошо. Дорогие друзья, все у кого сухая кожа, вы должны обязательно питать натуральными продуктами, которые увлажняют и напитывают вашу кожу. Очень хорошо использовать домашнюю обычную сметану, очень хорошо использовать сливочное масло, ну хорошо было бы домашнего приготовления. Там большое количество витамина А и было бы очень хорошо. Дорогие друзья, у меня на столе стоит морковка в таком виде, ну это для того, чтобы я обратила внимание на то, что использование морковного сока в маске с крахмалом. Это вообще бесподобное средство, потому что улучшается цвет лица, становится бархатным, персиковым таким, поэтому можно добавлять в маски с крахмала и сок морковки. Ну для меня очень важная тема это отбеливание кожи, поэтому крахмал является ведущим ингредиентом в наших процедурах. Мы берем одну чайную ложечку крахмала. Развести можно, посмотрите, соком гриб-фрукта, соком лимона, а можно развести перекисью водорода. Перекись водорода. На одну чайную ложечку крахмала надо одну столовую или две ложечки с перекисью. Получается вот такая у нас субстанция. И все, кто имеет пигментацию, веснушки, возрастные такие могут изменения быть, протирайте вот таким вот раствором. Его можно хранить в холодильнике до недели. Такой раствор, конечно, подсушивает кожу очень хорошо, делает ее упругой. И вот крахмал в перекисью очень хорошо все, у кого есть веснушки. Очень хорошая масочка для жирной кожи, чтобы сузить поры, разгладить кожу и восстановить регенерацию клеток. Очень хорошо использовать вот крахмал одна ложечка. Мед, одна ложечка. Мед и питает кожу макро, микроэлементы в нем. Я готовлю в таких небольших количествах, сразу вам показываю. И совсем немножко соли. Совсем немножко. Эта масочка будет очень хорошо подсушивать кожу, восстанавливать, убирать жирный блеск. Мед можно чуть-чуть разогреть, он у меня густой. Но вот сейчас я его разотру, он просто придет в такую консистенцию пасты. И накладывая на кожу лица, очень хорошо убирает жирность. Блеск, жирный блеск. Потому что одна зрительница удивилась, как это на лице может быть жир, она говорит. Но мы имеем ввиду, что жирный блеск. И вот такая уже густая масочка, в зависимости от консистенции меда, накладывается на жирную кожу. Все масочки держатся до 15 минут. Потом смывается прохладной водой. И все-таки я прошу вас умываться тоником зеленого чая. Это будет бесподобное завершение процедуры. Вот такая масочка нам подойдет для жирной кожи. Если масочка густая и хорошо для улучшения также питания, можно добавить немного кефира или вот домашней сметаны. Все, что кисломолочное, это очень хорошо подсушивает кожу. Вот немножечко я разбавлю, потому что мед у меня засахаренный. И теперь накладываем на кожу лица на 15 минут. И, дорогие друзья, в конце видео я хочу закончить рецептом, который можно использовать для лица и для всего тела. Особенно все, кто планирует похудеть, у вас уже есть результаты, вам надо подтянуть кожу. У кого кожа усталая, вялая, провисшая такая, возрастная, вода. Вот этот рецепт, ну, для меня он самый лучший. Готовим его на несколько дней, держим в холодильнике. Для этого мы берем, ну, вот я беру столовую ложку крахмала, потому что я буду использовать на все тело и буду делать на несколько дней. И вот большая столовая ложка крахмала. Добавляю 100-150 грамм водички, помешивая, для того, чтобы равномерно растаял крахмал. И теперь я ставлю на огонь до загустения. Масса будет достаточно густая, но крахмал мы знаем, что мы не кипятим. Мы доводим до такого густого крема. Сейчас я подогрею на огне и расскажу вам дальше.